1 февраля 2017 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с активом Сергиево-Пасадского района. На совещании обсудили инициативу главы района Михаила Токарева о формировании на территории района Сергиево-Пасадского городского округа. Сергиев-Пасадский район, как целесное муниципальное образование, был разделен в 2005 году. Вместо единого центра управления, понятного жителям, мы с тех пор имеем 13 муниципалитетов. Это район и 12 поселений, а это, Андрей Юрьевич, 13 администраций, 13 советов депутатов и 13 бюджетов. При этом каждый муниципалитет несет затраты на собственное содержание. Это и бухгалтерия, и юридический отдел, и финансовые органы. Кроме того, у района и поселений часть вопросов местного значения дублируют друг друга. Сегодня мы говорим о возвращении единства, об объединении частей в одно целое. Естественно, Андрей Юрьевич, это решение, безусловно, должно базироваться на мнении жителей. Подчеркну лишь, что в пользу случая принятия решения, в пользу объединения, люди ощутят только положительные изменения. Организационные моменты коснутся только наших чиновников. На встрече были приведены аргументы за городской округ. В частности, единый бюджет, сокращение чиновников и, соответственно, трат на администрации. Единая плата за проезд в городском транспорте, единые тарифы на коммунальные услуги. Единые тарифы, единые системы ЖКХ, единое налогообложение, самое главное, единый генеральный план развития района. Вот что главное, потому что должно прекратиться вот эти вот судопроизводства, имущественные споры, постоянные. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что плюсы в объединении действительно есть, и подобная работа в Подмосковье ведется регулярно, призвав внимательно подойти к возможному преобразованию. Руководитель региона отметил, что в этом случае не требуется необдуманных решений. Необходимо вести и разъяснительную работу с жителями. Преобразование в городские округа показывает, что мы экономим деньги. Безусловно, гораздо более управляемой становится территория. Несколькими днями позже глава района направил в поселенческие советы депутатов обращение по инициативе формирования городского округа. В самих поселениях проходили встречи, где представители района администрации во главе с Михаилом Токаревым объясняли жителям суть преобразований. Возможное преобразование Сергеево-Пасадского района в городской округ комментировал и депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Пахомов. Когда мы сегодня говорим о перспективах, о возможных, кстати, перспективах формирования, переформатирования Сергеево-Пасадского района в городской округ, мы как раз и имеем в виду возврат к той системе, которая была до, по-моему, 2002 или 2003 года, когда Сергей Пахасадский район был искусственно поделен на 12 частей. Что такое сегодня городской округ? Остаются все города, остаются все поселки. Просто власть на сегодняшний день становится прозрачнее и понятнее. Единая администрация на территориях такие же администрации, только все работает как единый целый механизм. На телеканале «Тонус» в рамках информирования населения района о плюсах и минусах возможного городского округа Сергеево-Пасад появилась рубрика «Телереферендум», где политики, деятели культуры, общественники высказывали собственное мнение о преобразовании. В конце марта в мостовике сельского поселения Васильевской прошли слушания по городскому округу. Затем эту эстафету подхватили в поселениях Сергеево-Пасад и Силковское. Дебаты получались яркими и жаркими. В итоге на всех трех совещаниях пришедшие жители проголосовали за формирование городского округа. Спасибо вам за вашу позицию активную. Я в конце хотел напомнить очень старые, но на мой взгляд очень великие русские слова. Лишь когда мы едины, то мы не победим. И этот принцип, принцип единства, позволит нам реализовать все наши планы, решить все наши задачи. Еще одной темой политического уходящего года стали выборы в Совет депутатов городского поселения Сергеев-Пасад. Уже традиционно многие партии формировали свои списки. Часть претендентов являлись кандидатами самоводвиженцами. И хотя выборы 2017 года были местными, предверверная кампания особого интереса у населения не вызвала. 10 сентября на избирательные участки пришли почти 16 тысяч сергиев-пасадцев, что в итоге составило чуть более 14% от общего количества имеющих право проголосовать. 10 сентября своего главу и Совет также выбирали в Скоропусковском. Руководителем поселения стал Валерий Коврачев. На первом же своем заседании городской совет депутатов Сергеев-Пасад утвердил на должность временно исполняющего полномочия главы администрации Оксану Яроханову. Ей, а также специально созданной комиссии поручено упразднить городскую администрацию, объединив ее с районной. Для того, чтобы провести организационные мероприятия, необходимые для ликвидации администрации, как у велического лица городского поселения Сергеев-Пасад, для того, чтобы было ответственное должностное лицо за данное мероприятие нам, и чтобы у этого должностного лица была хотя бы первая банковская подпись, мы должны избрать временно исполняющего обязанности главы администрации городского поселения Сергеев-Пасад. Ближе к концу года стало известно, что глава Сергеева-Пасада, одновременно являющийся председателем городского совета депутатов Дмитрий Демин, покидает свои посты, переходя на должность председателя контрольно-счетной комиссии Сергеев-Пасадского района. Ну а буквально за неделю до начала 2018-го на своем заседании депутаты избрали из своего состава нового главу города, им стал Константин Нигурицем. В январе следующего года нас и вовсе ждет совмещенная районная администрация, но это уже совсем другая история. С новым развитием всех нас!